Приветствую всех, кто смотрит, любит и уважает по видеоподкасту «Луганск. Киев. Лондон». Это его пока бессменный ведущий Константин Скоркин и Андрей Дегтяренко передают вам большой привет. Прошлый наш выпуск пользовался большой популярностью. Там мы говорили о тайных обществах Луганска, его цитировали, его передавали по секретным каналам. Поэтому этот выпуск мы решили, дабы уж совсем не привлечь к себе внимание глубинных государств и глубинных мировых правительств, мы решили сделать более лайтовым. Он будет целым о том, чем мы занимаемся, и про тайные места Луганска. Все равно от секретных тем мы уйти не можем. Абсолютно, да. Ну давай начнем все-таки с чем мы в последнее время занимались. Реальная газета продолжает освещать все, что происходит на оккупированных территориях и не только. Недавно у нас вышло расследование Саши Белокобыльского о такой интересной организации, как «Движение первых». И перед тем, как мы записали этот подкаст, Костя предложил поговорить об этом расследовании. Почему ты хочешь с ним поговорить? Тебе, по-моему, показалось, что это хорошая переходная тема от прошлого нашего выпуска, когда мы говорили как раз о секретных организациях, о тайных обществах. «Движение первых» тоже такая секретная организация? Или что тебя так заинтересовало? О чем ты хочешь поговорить сейчас? Да нет, она как раз очень даже довольно-таки не секретная, довольно-таки даже явная и громкая организация. Мне показалось, что есть переход от темы, которую обсуждали, связанной с лугарями, с этими попытками использовать детей и молодежь в каких-то политических, идеологических целях, которые в свое время на Луганщине предпринимали команда комсомольцев во главе с Александром Нефремовым. Мы, собственно, обсуждали в прошлом выпуске, всем рекомендую, кто не смотрел и присоединился к нам только сейчас, посмотреть его обязательно и подписываться на канал «Реальные газеты». И ставьте лайки. И ставьте лайки и так далее. И я хотел сказать о том, что получается такая преемственность. То есть теперь примерно чем-то тем же самым, то есть идейной индоктринацией детей и молодежи занимаются российские оккупанты с помощью такой, опять-таки, очередной квазипионерской организации, которая сочетает в себе, с одной стороны, вот эти все наработки советского периода, то есть вот эта мечта этих госдедов, возрождение пионерии комсомола, который их не покидает, плюс какие-то современные уже технологии управленческие, которые используются в этих киренковских проектах по кузнице элиты российские, там все эти школы губернаторов и так далее. И все это, все эти приемы методологов и прочая социальная инженерия теперь направлены на подрастающее поколение. И что, как мне показалось, чем я согласен в данном случае с нашим автором и нашим другом Александром Белокобыльским, в том, что отмахиваться от этой темы не стоит, что вроде бы да, что-то такое смешное, но опять ха-ха-ха-ха, они хотят вернуть пионеров. Нет, совсем это не ха-ха-ха-ха, и поскольку действительно на эту организацию в России выделены серьезнейшие средства, и более того, как мне кажется, что вот на оккупированных территориях вот это все в гораздо более серьезном формате происходит, чем, скажем, даже в самой коренной России, где все это, конечно, тоже это как бы и карьерный лифт там и так далее, и тоже идеологическая индоктринация детей, но все-таки в какой-то российской школе на все это смотрят все-таки скорее больше как на очередную обязаловку, очередную нагрузку педагогам за те же деньги еще и заниматься какой-то патриотической пропагандой и политинформациями, да. А вот, скажем, на оккупированных территориях это уже государственная задача. Это уже все всерьез, как бы. Конечно, по воспитанию проверка лояльности, потому что через детей проверяется лояльность семей. Вот. Это идеологический надзор над школой. Это вот эта индоктринация путинской пропагандой, вот этой пропагандой всего неоимперства, вот какого-то, значит, этого фашистских всех этих, короче, путинских идей. Это все будут сбивать голову детям с помощью через вот эти организации. Ну и, соответственно, будет и пряник, это поездки там в Москву, в Петербург, то есть они активно используют эту тему экскурсий по каким-то, значит, знаковым культурным местам России в качестве, ну, такого пряника, да, ну, всем же хочется, да, поездить, посмотреть. Вот. И, соответственно, это тоже, как бы, один из стимул. Ну и плюс, конечно же, это будет стимул для каких-то будущих Олега Вакимовых, вот, которых мы обсуждали, да, в прошлый раз вот эту поросль, которую вырастили комсомольцы, а теперь будут выращивать, собственно, российские оккупанты, новую, вот, поросль таких молодых беспринципных карьеристов, которые, конечно же, в таких организациях увидят возможности. И Саша там, собственно, рассказывает про одного из таких товарищей, который вот в Луганске сейчас этой организации занимается. Алиев его фамилия. Вот, собственно, что хотел сказать, да. Я хочу добавить, там, на самом деле, часть информации, которую мы готовили для этого материала, вошла в видео, и в видео Павел Лисянский рассказывает, и он, в принципе, нам передал одну из методичек, которые используются в этих лагерях, куда возят этих детей, рассказал о том, что, собственно, происходит внутри этих лагерей. Вот, одна из таких игр, которую там предлагают, это так называемый товарищеский суд. Значит, они судят террористов, и, как правило, это вот там, естественно, все должно быть привязано к СВО. Террорист — это там человек, который, например, передавал информацию о перемещении российских военных. Ну, там, они, естественно, более однозначные варианты приводят, как кто-то там устроил диверсию, устроил теракт, его, значит, вот этого украинского террориста судят. И дети должны разыгрывать этот суд, приводить аргументы. Ну, то есть, насколько по-разному, насколько глубоко. Мы говорим, вот сейчас мы рассказали о рамке, что происходит, как построено это движение. Ну, там достаточно важно понимать, как именно детей пытаются переделать, как именно их эндоктринируют, какие их педагоги выбирают для них практику. Вот видишь, что этот пойдет, например, по военной стезе, ему там давай дроном управлять, а этот вот пойдет в политологи, ему рассказывают про историю. И второй момент, кстати, очень интересный. Мы вчера презентовали это расследование в Киеве, и пришло достаточно большое количество людей, которые просто прочитали о том, что будет такой ивент. И были вопросы, было очень много там информации. Какие-то преподаватели рассказывали о том, что они делают свои научные статьи, и говорят, что то, что сейчас происходит, очень похоже, например, на то, что делал Сталин в 30-е годы. Со всеми этими молодежными движениями в конце 20-х, в начале 30-х годов. Как детей тоже постоянно занимали. То есть была концепция, что, в принципе, взрослые не должны заниматься детьми, взрослые должны работать, а детей не только в школьное время, но и, например, в не школьное время полностью брала на себя вот эта вот большая государственная идеологическая машина. И что вот у Сталина было это тотальное образование, тотальная идеологическая обработка, тотальная пропаганда для детей. И что вот Путин, по факту, собирается это все повторить. Но тут два вопроса очень важных, которые звучали по этой теме, и которые, в принципе, я бы хотел с тобой обсудить. То есть, первое, как ты считаешь, это действительно очень опасно? Ну, то есть, грубо говоря, если произойдет деоккупация через какое-то время, значит ли это, что дети, которые прошли вот все эти горнила, да, молодых гвардий, движения первых, юнармии, что они уже абсолютно потеряны? Вот это да, это вот на самом деле важнейший вопрос, про который сейчас как бы, ну, вроде бы как не на часе, да, об этом сейчас говорить, потому что, ну, когда за горизонтом событий теряется время деоккупации, но не думать об этом невозможно, да, потому что все равно этот момент наступит, ну, по крайней мере, мы в это верим, да, и хотим, чтобы это произошло. И действительно, ну, то есть, мне кажется, что вот эта интенсивная обработка, она несет как бы две цели. Одна явная, это вот, собственно, ну, здесь и сейчас, иметь лояльное население, идеологический контроль, перепрошивка, вот это все, о чем мы уже говорили, а вторая такая, менее явно, но подспутно подразумевающаяся, что если в случае России придется уйти из этих территорий, то там останется такая заложенная как бы мина замедленного действия в виде уже людей с вот этим перепрошитыми мозгами, которые, допустим, впоследствии, оказавшись, вот, собственно, в составе уже украинского, вернувшись в украинское общество, они будут носителями вот какой-то этой идеологии, которая сейчас в них усиленно вдалбливает. Вот, мне кажется, расчет на это есть, и это тоже как бы большая в этом опасность. Ну, в принципе, вообще в самой идее вот этой эндоктринации детей это очень опасно, потому что, ну, то есть таким образом пытаются влиять на будущее, да, возвращаясь к тому, что я рассказывал в прошлом подкасте, как говорил Ефремов, сегодня вы дети, а завтра народ. Вот, собственно, это и есть как бы цель, да, вот этой пропагандистской машины, вот вырастить такой народ, как бы, из вот этих вот оболваний на детей. Второй вопрос, который мне задали, который тоже сначала поставил ступик, я на него ответил, мне интересно, как ответишь на него ты. Человек посмотрел нашу презентацию, видео, где мы полностью показали, что происходит в этих лагерях, как построена эта система, и задает вопрос, так может быть, Украине нужно делать что-то подобное? Смотрите, как эффективно, так может быть, нам тоже надо, значит, наших детей таким образом, значит, правильно только воспитывать. Это, ну, это вот тоже, да, тоже интересный момент, это, ну, на мой взгляд, нет, не нужно, потому что таким образом, собственно, теряется смысл борьбы, то есть Украина борется за то, чтобы быть свободной страной, демократической, европейской, да, то есть для того, чтобы, если перенимать у противника его вот такие методы, чтобы стать в уровень с ним, как бы, то произойдет неизбежная варваризация общества, да, и мы таким образом уравняемся. И тогда будет непонятно, собственно, ну, тогда получится, что... За что воюем, собственно. Да, за что война, то есть ценностный фактор тогда из этой войны уйдет, и будет, ну, тупо там... Нет, ну, останется, наверное, исключительно националистическая компонента. Вот мне кажется, что тогда останется только националистическая компонента, когда два одинаковых условно, да, там, прошитых сознания воюют. Просто одно за право быть прошитым на украинском языке, другое за русским. Я тоже считаю, что это абсолютно не украинский путь. Мы воюем за свободу, в первую очередь, за демократические ценности и так далее. А здесь, смотри, какая есть опасность вот этого процесса. Ну, помимо того, что общество будет мутировать, да, и уподобляться противнику, который, собственно, против ценности которого сейчас в том числе и Украина воюет. А параллельно Запад, Европа будет тогда абстрагироваться от этого конфликта, поскольку если два... Ну, это как будет, да, вот как Рим, да, и варвары. Вот два варварских племени между собой дерутся, а Риму лучше от них отгородиться стеной. То есть я помню еще, если помнишь, да, политолог Александра Мороза, вот как раз у нас это было одно... В свое время в «Реальной Гдете» в 2014 году я делал с ним интервью, да, большое, такой был самый популярный материал, долгое время висел. Да, 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 назад. Мы как раз с ним говорили как раз вот об этом, одно из тем, которые мы тогда с ним обсуждали, я не помню, вошло ли это в текст или нет, что как раз вот важно не допустить варваризации внутри Украины, потому что, естественно, есть соблазн, когда такая сила на тебя лезет, и кажется, что свободному обществу сложно противостоять такой диктатуре, надо бы свою диктатуру устроить, и тогда можем отбиться. Но нет, это ошибка, потому что помимо того, что внутренних проблем, если будут биться две диктатуры, демократии помогать диктатурам не будут. Это уж разбирайтесь сами, да. Поэтому нет, категорически это не нужно. Нужно противодействовать этой верфоганде, безусловно. Но как бы подобляться нет, нельзя. Ну, знаешь, я очень порадовался, что мы не просто выдали расследование, потому что очень часто ты делаешь какой-то большой материал, вкладываешь огромное количество ресурсов, сил, энергии, и оно уходит куда-то как в пустоту. А вот то, что мы там собрали, условно, там, грубо говоря, даже 10 человек, да, там пришло, наверное, но они живо это все обсуждали и ставили вопросы, которые действительно тебя ставят в тупик. И ты понимаешь, насколько действительно важно то, что эти люди спрашивают. Я это к чему? К тому, что вот во мне давно зреет мысль о том, что нужно как-то пытаться объединять переселенцев, просто даже обсуждать какие-то болезненные вопросы, и сейчас я очень много думаю над этим форматом. Какой-то клуб луганчан хочу организовать на базе реальной газеты, либо отдельно. Ну, действительно, действительно это все нужно, потому что люди, видно, что людям нужно обсуждать, нужно искать ответы на непростые вопросы. И у нас, у людей, которые пережили вот эту страшную катастрофу, потеряли малую родину, на самом деле этих вопросов, наверное, как ни у кого очень много. Да, и я еще бы тебе добавил, что мне кажется, что очень важно то, что это происходит оффлайн, потому что соцсети, которые вроде бы всех со всеми связывают, но давно уже эту функцию как бы начинают утративать. Это превращается в такое токсичное общение ни о чем в соцсетях. А когда люди все-таки сталкиваются лицом к лицу, то это совсем по-другому и, мне кажется, гораздо более содержательно. Поэтому поддерживаю твою идею, это вот очень хорошо, я думаю, будет. Спасибо. Ну, давай теперь перейдем к тайным местам Луганска. Мы вот как раз говорили о том, что от одной темы к другой вот у нас такой переход. Мы поговорили о том, как тотальная структура, тотальная сила пытается абсолютно всех переформатировать. Я вот вспоминаю нашу юность, детство, 90-е годы. На самом деле было же очень тяжело жить. И в первую очередь из-за того, что у родителей постоянно не было денег, но при этом на нас хлынул вал медиа, хлынул вал музыки, каких-то фильмов, которые раньше никогда нельзя было увидеть. И вот мне кажется, что первое главное тайное место, о котором мы можем рассказать, это вот этот весь виртуальный мир, который вообще открылся. То есть виртуальный мир книжки – это тоже, на мой взгляд, виртуальный мир. То есть у тебя есть… Хотя, честно сказать, у меня у родителей, бабушки, дедушки тоже были очень хорошие библиотеки. И, в принципе, очень много книг, которые появились, они появились еще в 80-е годы. И вот, ну, грубо говоря, когда в иностранной литературе выходил Лотреамон за 89-й год, по-моему, то есть «Песни Мальдорора», произведение 19-го века, «Маркиз де Сад», «Генри Миллер», «Господи, тропик рака». Вот почему-то у меня такие детские воспоминания примерно о таких книгах. Но они меня, конечно же, очень сильно поразили в то время. Ну, еще бы. Вот. И да, нужно сказать, что у людей… Я очень много, естественно, в Украине общаюсь с людьми, которые не из нашего региона. Я работаю достаточно активно как журналист, как медийщик. И, естественно, есть стереотипы о Луганске, о Донецке, как о таких абсолютно рабочих каких-то регионах. Но в том-то и дело, что жизнь культурная очень сильно бурлила еще тогда. И даже когда у нас, собственно, не было каких-то ориентиров, не было каких-то тусовок, но тебе было достаточно открыть журнал, открыть книгу, послушать какую-то музыку. И вот это культурное пространство, оно просто тебя окружало даже в этой серой разваленной действительности. То есть мое первое тайное место Луганское, то к чему я перехожу, оно было вокруг меня, где бы я ни находился. Вот я как-то достаточно легко переживал все такие суровые реалии нашего города. Мне было интересно. Я помню, мы с друзьями очень любили лазить по заброшенным заводам. То есть для кого-то это была такая язва на теле города, например. То есть Костя не даст соврать, например, если едешь из центра в сторону южных кварталов, ты проезжаешь через городок Пархоменко. И переезжаешь такой мост, путепровод, и у тебя справа от тебя разваленные заводы без всякой войны. И слева такие же разваленные заводы идут вплоть до горизонта. Эмаль-завод там был. Эмаль-завод, да. Ну и завод Пархоменко, который более-менее оттеплился. Но эмаль-завод это, конечно, было просто что-то уничтоженное. А у тебя, юного, это все каким-то романтическим ореолом все было окутано. То есть для меня любые места заброшенные тоже были какими-то местами силы, потому что они вот рождали какое-то странное ощущение. Ну то есть я могу точно сказать, что не было проблем в Луганске с местами силы. Давай поговорим еще о каких-то местах, где, может быть, собирались интересные люди, либо происходили интересные события, о которых сейчас мало говорят. Что ты можешь вспомнить сходу? Ой, я вот вспомню, сейчас совершенно более близкие времена по-хронологически. Опять-таки, статья Белокобыльского вызвала у меня воспоминания. Там упомянуто, что вот этот вот товарищ, который занимается движением первых на Луганщине, он был, значит, арт-директором караоке-ресторане «Панорама». Что же это за «Панорама»? А это наша любимая Алкуба, да, оказывается. Вот, повбывал бы просто. Назвали нашу Алкубу какой-то пилорамой, в общем-то. Вот, и я вспомню, я живо как-то погрузился в воспоминания про Алкубу, сколько там всего. Вот она у меня, кстати, ассоциировалась очень сильно с таким вот политологическим местом, потому что, сколько я там помню, я там все время бывал и с кем-то разговаривал о политике, договорился о каких-то делах, связанных с политикой. Да даже я помню первая планерка «Реальные газеты», которая вот после перезапуска у нас с тобой проходила на Алкубе тоже. Это еще Глеб там с нами был, мы сидели. Речь о Глебе Боброве. Да, да, да. Вот, и поэтому, и у меня тоже масса всяких воспоминаний. Я там вспоминал тоже про тайную комнату Алкубы. Это когда запретили курение в общем зале. Значит, был такой, может быть, помнишь, политтехнолог, политолог Андрей Бодров. Конечно. И, значит, Бодров показал тайное место, где можно курить. Там оборудовали, оказывается, секретную курильную комнату, которая была оформлена как не помещение, собственно, самого ресторана, и там можно было сидеть и спокойно курить. В общем, там тоже стояли столик с пепельницей, в общем, выкрутились из положения. Потому что мне всегда было интересно, что неужели там наши олигархи и депутаты, которые любили там заседать, и они тоже идут, типа, курить на улицу. Ну, нет, конечно же, там, в холодное время был оборудован прекрасный кабинет. И последнее про Алкубу тоже воспоминание. Это я еще совсем помнится молодой журналист. Я, значит, еще такой очень как-то играющий в такой радикализм, типа. И я помню, что я сидел в Алкубе как-то. На мне была такая красная футболка с Троцким, в руках где-то лимонка, и вот я сидел там, в общем, в зале, в общем, читал лимонку и пил пиво, и мне казалось, это очень крутой, типа, эпатаж местной буржуазии, которая там, значит, вокруг кублилась, вокруг меня там. Вот, и это была вот такая вот, типа, выходка. Так, моя очередь. А я расскажу еще одно месте, в котором у меня тоже, наверное, связаны какие-то свои воспоминания. Это так называемый Луганский авиамузей или кладбище самолетов. И у нас с тобой есть иконическое фото даже где-то в социальных сетях. Его надо поискать, где, значит, мы стоим. И я вот так вот показываю куда-то вдаль, и Костя, значит, смотрит. И ряды самолетов стоят. Я тебе даже могу рассказать, что ты рассказывал в этот момент. Давай. Если тебе интересно. Конечно. Ты в тот момент указывал пальцем на захоронение бандитов 90-х, которых хоронили в районе областной больницы, ну, после их неудачной реанимации, типа, значит, после деловых этих, бизнес-споров, да, их привозили туда, и, значит, а потом, если не успевали откачать, то там же где-то в лесах и закапывали. И вот мы стояли там, и ты, значит, таким вот этим обводя жестом все леса и посадки, в чём указывал на места, где это происходило. Да, если кто-то, наверное, не знает из наших зрителей, моя первая профессия врач, я анестезиолог-реаниматолог, поэтому подобных медицинских байок я знаю очень много. Правда, не все их помню. Вот Костя напомнил ещё одну, ну, да. А, и почему именно это место? Ну, во-первых, это неработающий, недействующий аэропорт, аэродром, простите, был военный, на котором занимались местные планеристы, и в ряд стояли старые советские самолёты. Вот они просто стояли и ржавели. И когда ты туда приезжаешь, привозишь кого-то, но место действительно очень странное, вот оно рождало у меня какие-то тоже необычные мысли, и поэтому я его очень любил. То есть я вот, всегда, для меня Луганск был полон каких-то, таких вот, да, вот, у меня даже была такая концепция в голове тогда, которую я очень любил, счастье за углом, что нужно уметь выходить из каких-то своих постоянных, одинаковых маршрутов, тебе открывался, ну, вот, мир более сложный, более интересный, который мог тебе дать какой-то творческий импульс. Вот для меня место, которое давало мне творческий импульс, было вот это место с этими самолётами, что вокруг них можно было ходить, в них можно было заглядывать. И вот для меня это работало тогда. Да, и на этом же кладбище самолёта в 2012 году наша организация Стан совместно с партнёром проводила большой фестиваль, на который приезжали люди там, в общем, из разных стран. Это был прям такой международный фестиваль, арт-фестиваль с музыкой там и всем прочим, когда я уж там всех участников не вспомню. Но, в общем, да, был такой масштабный ивент, вот, и именно там, и, в общем, было. Так что, видишь, вдохновляли не только тебя эти самолёты. Ещё одно место, вот ты про фестиваль вспомнил, это Луганская эстакада. Вот место почему-то тоже с очень странной судьбой. Казалось бы, блин, просто эстакада, дорожная развязка. Насколько с ней всего связано? То есть даже сейчас эта эстакада, на ней поставили, по-моему, ночные волки, огромную красную звезду. И тем самым вот эстакада стала таким объектом маркирования, да, символического маркирования, что здесь, мол, Советская империя, Российская империя, совок и так далее. До этого, вот тоже, почему именно там? Ну, во-первых, она примыкает к Луганскому железнодорожному вокзалу, очень интересному зданию. Оно с таком стиле советского конструктивизма сделано, с круглой покатой крышей. И, наверное, его достаточно далеко видно, и достаточно далеко видно эту звезду, соответственно. Но еще эстакада, это один из немногих объектов, ну, точнее, из немногих объектов, которые в Луганске в 90-е годы появились, а не наоборот исчезли в результате разворовывания и разрушения. Построил эту эстакаду Данилов, мэр, ну, в его время было построено. И с этой же эстакадой связана одна из главных таких негативных страниц Данилова мэра. Это Данилов решил, значит, переместить празднование дня города на новопостроенную эстакаду. Там возникла давка, и люди просто попадали вниз. Я хочу сказать, что я в то время был там, и все это видел сам. Да, тоже, но я не дошел до главного эпицентра. Я почувствовал, что меня затирает толпа еще вот в районе Ворошилова. И уже там было достаточно плотно. Я понял, что я дальше не хочу. Меня начала так паника потряхивать, и я решил разворачиваться. Вот, и не дошел, а потом узнал, что тут же как бы случилось в этот вечер. Ну и наш коллега Слава Бо, вот кажется, это он и Леша Беда устраивали тоже фестиваль под этой эстакадой. Да. Вот, эстакада как бы она такая двухуровневая, то есть там идет по факту ко второму этажу железнодорожного Луганского вокзала ведет подъезд, и все это стоит на больших столбах, и под ним вот очень несколько раз уже, я помню, пытались что-то сделать. Вот я помню день очень хорошо, кстати, перед этим злосчастным вечером, когда попадали люди с этой эстакады. Боже, какой же это год был? Ну, 95-й, наверное, или 96-й, наверное, где-то вот так. А внизу там тоже устраивали днем вот а-ля гуляния, ярмарки, продавали цветы, выставки цветов были, ну, вот такие подобные активности. Вот эстакада тоже такое место, казалось бы, да, обычная дорожная развязка, сколько всяких историй. Да, еще тоже история про эстакаду, это как раз в момент вот этого фестиваля, про который я говорил в 12-м году, когда приезжали, значит, всякие там группы и так далее в авиамузеи. Вот. А в это же время параллельно, ну, то есть у нас были ивенты, они по разным местам города, в том числе один происходил как раз под эстакадой, там, значит, приехали два польских художника, которые рисуют графики. Вот. И они, значит, делали такой стрит-арт, они рисовали, в общем, персонажи, по идее это было по замыслу, должны были быть персонажи романа Жадана «Ворошиловград», который как раз недавно вышел, тогда был очень модным, и, собственно, они должны были рисовать персонажей, но там, по-моему, что-то достаточно абстрактно с этим связанное было нарисовано, ну, что-то, в общем, было нарисовано, неважно. Но суть в том, что как только они начали рисовать, туда, значит, сразу, естественно, приехала милиция, и их начали там оформлять за вандализм. Ну, мы, естественно, возмутились, подняли сразу звон, и представь себе, значит, что лично Сергей Кравченко, мэр города, приехал туда разбираться, ну, поскольку там иностранцы были, он, значит, приехал лично, и в итоге он вынес вердикт. «Это можно считать искусством», сказал Сергей Кравченко, и нас оставили в покое. Мы были, значит, как это, поняли, что... Апрувт. Да, 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 что теперь уже всё. Высочайшее разрешение дано, можно продолжать. Конечно, это было бы прямо хороший объект, если это прямо так и написать, цитату-то сделать. Это можно считать искусством Сергея Кравченко. А мы потом использовали в своих каких-то проектах вот эту ироническую форму, в какой-то иронической форме, мы как-то это обыгрывали, да, что-то было на 50-м. Вот, ещё одно из мест, которое я хотел вспомнить, но это у меня такое детское воспоминание. Улица Советская, Чапаева, улица Чапаева, ну, это остановка улицы Чапаева, но продолжается улица Советская. Там была станция юных техников. Не знаю, знаешь ли ты это или нет. И перед этой станцией юных техников стоял постамент, на котором стоял одно время робот. Не помнишь такого? Нет, робота не помню. Стоял робот, который, значит, изготовили для этой станции юных техников. А я, у меня просто недалеко там бабушка жила. Я всё время ходил вокруг этого робота, думал, ну, это же наверняка настоящий робот. Я был совсем ещё ребёнком. Как-то, что его можно, наверное, завести, и он пойдёт и будет со всей разговаривать, там, общаться. Просто у него кнопка какая-то есть. И представь себе мой ужас, что как-то я приезжаю туда, был какой-то тоже праздник, то ли день там открытия этой станции юных техников, и этот робот говорил. То есть, они к этому роботу присоединили какой-то динамик, и он, по-моему, даже немножко двигался. И ты знаешь, Костя, проблема в том, что я до сих пор не уверен, то ли это моё воспоминание, то ли это сон о Луганске, потому что снов о Луганске у меня тоже накопилось в памяти огромное количество. И я вот до сих пор не знаю. Ну, во-первых, я уверен, что этот робот существовал в реальности. Директорическая история просто какая-то. Да, а вот двигался ли он и говорил ли он, вот это большой вопрос, потому что это могло быть моим таким тайным детским желанием, которое осуществилось. И вот тут, к сожалению, может быть, нам в комментариях луганчане напишут, может быть, кто-то тоже был свидетелем того, как этот робот ожил, и он, кстати, потом пропал, и что с ним стало, до сих пор непонятно, и, может быть, он где-то до сих пор где-то бродит по Луганску, или ещё выйдет и всем покажет. Вот, это вот такое абсолютно детское воспоминание, которое у меня связано. Ещё одно место силы, точнее, не место силы, а вот тоже такое место, которое в Луганске мне казалось достаточно странным, красивым по-своему, романтичным, куда я старался приводить людей. Это дом техники. Достаточно апокриф о том, что дом техники построен на фундаменте какого-то храма, который был снесён до этого, кажется, Казанский храм. Я потом разговаривал с краеведами, они говорили, что не совсем там стоял этот храм, который был снесён большими камерами. Но, что интересно, этот дом техники тоже сделан по крестообразному принципу, и когда заходишь в его главный холл, поднимаешь вверх глаза, а там тоже купол, только роспись сделана не с ангелочками и святыми, а с какими-то там рабочими, волхозниками и так далее. Вот мне всегда казалось очень интересным, как мутируют, да, вот мутируют религиозные. Это мне напоминало, как Софию в Константинополе переделали в мечеть. Да, да, да. Примерно то же самое. Вот дом техники, это тоже был какой-то вот элемент какого-то странного культа техники. Да. Ну и что интересно, Это тоже история, да, да. Да, что интересно, самим зданием, он был домом техники, потом его курила, ректор университета имени Шевченко педагогического взял под корпус культурного института, но одно время там находился институт Конфуция, и луганские китайцы постоянно, значит, тусили в этом месте, они там тоже учили композиторское искусство и так далее. Не знаю, почему именно китайцы вдруг решили ехать в Луганск, но тем не менее. И там был институт Конфуция, то есть это какой-то такой луганский маленький чайна-таун в храме техники. Да. И у нас еще была с этим связана мистификация, которую мы делали со Славой Бо, когда мы одно время, у нас был YouTube проект с ними, там был, значит, один, был сюжет, мы хотели делать так вот, я не помню судьбу, кстати, мы доделали эти видео или нет, но в общем у нас была затея такое делать как бы антикраеведение, то есть делать какие-то смешные сюжеты про вот такие достопримечательности типа Дома техники с кеми-то, значит, ну естественно фейковыми историями такой вот, мокьюментари. И вот. И у нас там, значит, была история про то, что Дом техники напоминает МГУ. И в общем его построил Ворошилов, чтобы, значит, там какую-то свою любовницу отправить учиться в МГУ. Но что-то такое, какой-то там вообще безумный бред был, короче, связан. Ну поскольку он не мог отправить в МГУ, он и построил МГУ прямо в Луганске. Вот. По такому же проекту. Но наша шутка потом обрела вообще совершенно невероятную жизнь. Значит, какие-то вот умельцы из нашего института культуры, то ли из того, который в Доме техники, то ли из которой напротив еще один, в котором ректор Филиппов. Боже, я недавно узнал, как он называется среди нынешних студентов этого учебного заведения. Ты знаешь? Как? Значит, это же Академия культуры и искусств имени Матусовского. Да. Матусня, они его называют. Матусня. Прекрасно. Отлично, я считаю, идеальное название. Ну вот. И, значит, не знаю, как студенты какого это, значит, специальности кинематографии из какого вуза, но они, в общем, сняли художественный фильм, в котором, значит, он был вообще какой-то трэш, потому что там было посвящено, действие происходило в России, и там речь шла о каких-то, значит, этих несистемных оппозиционерах, подпольщиках, которые готовят в России революцию, хотят свергнуть Путина. Офигеть. Вот. Да. И при этом там была такая лютая нечающина. Один из них был провокатором. И там вот прям вот это на современном материале вот эти классические сюжеты, значит, про провокацию оживали. Ну, конечно, это я уже больше наверчиваю своего, как бы, искушенного ума, потому что фильм был очень глупым, примитивно снятым, и в роли МГУ в нем был совершенно верно луганский полу техники. Класс, класс, класс. Да, еще у тебя есть какие-то свои места силы? ой, да так, если вспоминать, фуф, даже этот, что, 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 пара этот, господи, трех бабник, например, знаменитый, он же памятник Три Грации, который находится, где, на улице Демехина, недалеко от Телицента. Тоже место встреч и этих самых всяких, значит, выпиваний и там, всего прочего. важное место, это, конечно, луганский факт. Ну, это, я даже не стал называть, потому что, наверное, у всех, всей этой молодежи, которая была неформальная, это просто было таким традиционным местом встреч. Да, и я был, вообще, совершенно ужасное было мне впечатление, когда Гандута, Гандута в 2015, там, я увидел в интернете фотографию, где печально известные неонацисты, Мельчаков, и его, этот, норвежский, Кент, как его там, Славян, Петровский. Петровский, да. Да, они позируют на фоне, вот, собственно, на факе, там, на фоне этого памятника с автоматами, в общем, короче, в комнатах наших сидят комиссары, просто, это фото. Ну, что ж, Костя, ну, на самом деле, хорошо, что мы немного вспомнили разных мест, вот, можем сейчас нашим зрителям посоветовать, тоже написать, какие места силы они считают самыми важными в Луганске, какие могут вспомнить истории, мы можем потом продолжить эту тему. Спасибо тебе большое за то, что ты с нами. Спасибо тебе тоже. Вот, и спасибо вам, всем, кто смотрит нас. Давайте продолжать, мы потом будем продолжать говорить о родном городе, о том, что нас беспокоит, и, ну, действительно, моя идея попробовать собираться, в том числе, может быть, и онлайн, и оффлайн, поэтому, если есть такие идеи, пишите нам, пишите мне, может быть, как-то даже расширим наш подкаст, и кого-то даже пригласим. Спасибо. Все, пока. Спасибо, всего доброго.